Это я, Фетисов. Здравствуйте! Мы начинаем! Он не входит в олимпийскую программу. Эти матчи не транслируют по телевидению. Но это единственный вид спорта, который официально называют русским. Хоккей с мячом на этой неделе разразился небывалым скандалом. Русский хоккей умирает. Самоубийство русского хоккея. Позорная биомасса. Цирк на льду. Это реакция спортивной прессы на игру «Водника» и «Байкал Энергии». Небывалый результативный матч. 20 голов. Если бы не одно «но». Все мячи команда отправляли в свои ворота при молчаливом согласии судей. Позорище! Позорище! Ужас! Я не могу это комментировать. Такой хоккей никому не нужен. Крылатая фраза знаменитого Николая Озерова в помощь местным комментаторам. А вот участники этого фарса говорят неохотно. Ну что, я, наверное, первый раз в жизни без комментариев. Я тут, по-моему, комментировать нечего. Ну что тут сказать? Я думаю, что абсурдность ситуации, которая сейчас была на поле, просто, ну, наверное, не придумаешь. Потому что, ну, во-первых, не мы это начали. Федерация пообещала принять жесткие меры, но, вопреки прогнозам, обе команды остались в чемпионате. Правда, результаты скандального матча аннулировали, провели переигровку. Но замять скандал не получилось. Горе-хоккеисты, наконец, сами заговорили. Оказалось, водник, а вслед за ним «Байкал Энергия», специально забивали в свои ворота, чтобы мы с вами обратили внимание на проблемы русского хоккея. А это видео адресовано президенту страны. Обращаемся ко всем любительным хоккеистом и также президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Зная ситуацию изнутри, мы расцениваем акцию протеста, руководство и команды «Водник» из Архангельс как мужественный поступок, который направлен на спасение нашего вида спорта. Помогите сохранить честность и спортивный интерес. Мы за честный хоккей! Так от кого надо защищать национальный вид спорта? Надо ли для этого бить по своим воротам? И какой хоккей нам нужен? Андрей, помнишь мультик «Шайбу-шайбу», где там нерадивый хоккеист забил шайбу в свои ворота, и вся страна смеялась? А вот Олег Пивоваров 11 забил. Смешно тебе или это не очень смешно? Да нет, ну это смешно, да. Маша, как бы ты вот комментировал все эти моменты, интересно? Грустно. Саш, нужен нам такой хоккей или нет? Почему ребята, две ведущие команды России выходят и изображают из себя клоунов? Почему? Значит назрела. Ситуация, надо о ней говорить. Ну они действительно обратили внимание, мы же сейчас с вами разговариваем на этом темно-центральном канале. Мне хотелось бы услышать, какие же проблемы в русском хоккее. Ну в первую очередь, я понял, это договорные матчи. Ребята возмущаются, сами игроки? Они хотят играть в честный хоккей? Да, я понимаю, но я просто не понимаю эту ситуацию. Что делал тренер в этот момент? Дмитрий, насколько мы знаем, вы дали команду или попросили ребяту таким образом действовать. Так на самом деле? Да, совершенно верно. Бить по своим воротам? Да. Получается, что Пивоваров с вашей подачи 11 мячей забил? Да. А почему вот такой приказ был? Или приказ, или просьба? Наверное, больше просьба. Больше просьба? Подошел к нему, и он согласился. Ну тут была вся команда, не то, что я его куда-то отвел. То есть это было на собрании команды, я так понимаю, да? Да. Установка на игру. Да, никакого секрета здесь не было. Я прямо перед всей командой это сказал. Владимир, для меня это какой-то абсурд. Ты знаешь, я в игре прожил всю свою жизнь, и он слышит, как это все было запредельно. Ты знаешь, я вот думаю, что дети были как смеяться, а у меня, честно говоря, слезы наворачиваются. Я этому виду спорта отдал всю свою жизнь. И, естественно, наделал много ошибок в своей жизни. И вот это, мне кажется, моя была самая грубая ошибка. Что я не поехал в Аркангельск, а семья попросил меня остаться дома. В принципе, я должен был быть там. И что бы было? Ну, я просто увел бы команду с поля, и все, как я делал всегда. Я дважды такое делал. А главный тренер, почему так не отреагировал? Он же тоже, наверное, человек, который живет в хоккее, понимает, что происходит. Чувствует, какая-то есть опасность в этом. Он тоже как бы... Ему не хватило мужества или непонимания чего-то. Я даже не понимаю, что произошло с ним в этот момент. Но он очень жестоко поплатился. И получилось. Вот молодой человек сидит и все это серьезно рассказывает. Вы понимаете? И люди сидят, слушают. Когда тренер или менеджер заходит в раздевалку и говорит, слушайте, ребят, установку на игру сегодня забивать в свои ворота. Ну, это же какая-то абсурдная история, да? Ситуация, на самом деле, была очень простая, манальная. Игроки все понимали и знали, что «Байкал Энергия» приедет в Аркангельск не выигрывать. Но я до конца все-таки в это не верил. Но прямо перед матчем был звонок. От кого? Дим, зайди в кафе. Это Гриша Минаев. Это главный судья. А Гриша Минаев – главный судья матч. «Байкал Энергия». Он сказал, что «Дим, сегодня вы выигрываете. Мне немножко было неприятно, если так это сказать, но нужно быть какое-то самоуважение». Я говорю, а кто это сказал? Это сказал Панков. А кто такой Панков? Ну, надо спросить, это человек в федерации. Какое он место там занимает, я сейчас четко вам сказать не могу. Приказ поступил от Панкова Гриша Минаеву, он мне это передал. И Минаев четко мне говорит, вас будут тащить, и вы пройдете Енисей. Выходишь на Енисей, спецбригада, я и двое кировских ребят, и ты проходишь дальше, и ты заходишь в четверку. Что тебе еще надо? Я говорю, а потом дальше деревянную медаль на себя одевать и ходить показывать. Меня весь город знает. Я просто вскипел и принял такое решение. Может, оно было какое-то жесткое слишком или единоличное, но я принял его один и пришел в команду, сорвав установку. Все ребята это слышали, и я прямо им сказал, ребят, мы сегодня проигрываем. Если будет ситуация, значит забиваем свои ворота. Не правда нам говорят? Слав, дело-то не в этом. Во-первых, как обыкновенный менеджер, как он вообще имеет право во время установки войти в раздевалку и перервать установку тренера? Влад, вот ты мне задаешь вопросы, смотри, сидит Дмитрий, вот задай ему вопрос, что произошло. Это я, вот он со стройки пришел, он прорабом там работал. Да неважно, откуда он пришел, да, он пришел, он пятый год уже руководил клуба. А можно, я на секундочку вмешаюсь, вот вы принимаете такое решение, вы понимали, что вы угробите свою карьеру, да, и карьеру вашей команды, да? Да, непонятно, насколько ленту. И тренеров. Да, ну в общем-то, всей команды. Вы об этом думаете в тот момент, когда вам стало как бы неприятно и как бы вашу как-то гордость, да, это задело? Конечно, думал. Конечно, думал. Я знал, что это произойдет. Но, тем не менее. Ну, конечно, но это ведь предисловие, вот этот матч. Это просто никто не знал, что поднимет такую волну. Потому что мы никак не могли достучаться до нашей федерации. Когда я пришел... Достучаться в чем? Можно мне хоть? Да, я вот сейчас объясню ситуацию. До этого был матч Водники с Красноярским Несеем, с действующим чемпионом страны. Архалинский Водник, если честно сказать, однозначно слабее Красноярского Несея. Ну, что там произошло? Мы выиграли Красноярский Несей. Нас просто вытащили, извиняюсь за уши. Любое нарушение Водника, не свистится, любое нарушение или касание Красноярской команды, его сразу удаляют, сразу мешают. Ребята играют, но настолько это все противно. Они говорят, Юрьевич, ну сколько можно на это терпеть? Если мы дальше так будем играть, ну, принимай решение, ты начальник. Иван, ну, ты принадлежишь к великому бренду Несей Красноярск. Ты согласен на то, что Дмитрий говорит? Вячеслав Александрович, я изначально хочу вот при всех здесь, при вас, при двух членах исполкома, официально спросить, у нас здесь площадка, она равна для всех? То есть я к чему я веду? У нас есть регламент, санкции, по которым, если я сейчас буду говорить какую-то критику... Видеешь, спасибо, что прилетел, я тебе задаю вопрос, да, она для всех равна. Это та самая площадка, где мы услышим все мнения и стараемся разобраться, по крайней мере, дать понять зрителям, на самом деле, что происходит. Здесь нет предзятого мнения изначально и не может быть, потому что я отвечаю за то, что происходит здесь. Может такое быть то, что мы услышали? Было такое, да, было. Договорники – это реальная вещь в сегодняшнем хоккее с мячом, да? Конечно, конечно. Иван, а можно тебя спросить? Да. Ты когда-нибудь своих игроков заставишь забивать в Красноярске в свои ворота? Даже, может быть, для благих целей. Но это же подстава по-мужски. Это подстава парня, который, извиняюсь за выражение, молодой, и сделал это дело, да? Это подстава игроков национальной сборной, слава богу, что они не играли. И вы из этого собираетесь сделать героев. Это как? Иван, сделал бы ты или нет то, что сделал Дмитрий? В критической ситуации, если бы от меня зависело будущее хоккея с мячом, я бы сделал. И даже на это пошел. Давайте я скажу, а то так все как-то подготовили, лихо наскакивают, а до конца не договаривают. Я являюсь главным тренером сборной пока еще. И член исполкома федерации. И получается так, я знаю проблемы и тренерские, и знаю проблемы, которые существуют в хоккее с мячом. Вот проблема одна. Договорные матчи, о которых мы все услышали, не вообще сказали. Они есть или нет? Есть. Договорные матчи, чтобы они были или есть, это надо доказывать. Если они устроили вот этот флешмоб с забиванием себе в ворота и считают, что Олег Пивоваров это герой, то я против такого героя. Существует вот поле, где мы можем сесть, поговорить, обсудить, и никто за это не дисклифицирует. Ну подожди, один человек говорит, что есть договорняки, второй человек говорит, что есть договорняки, а вы говорите, надо доказывать. Каким образом можно доказать договорняк? Я к Владиславу Александровичу приходил неоднократно. А почему такими методами, простите, надо делать? Почему такими методами? Я только что спросил у Вячеслава Саныча о просьбе моей говорить здесь, потому что Сергей Иванович Ломанов, дисквалифицирован главный тренер Енисея. Что с ним сделали? Его дисквалифицировали на два с половиной года. Великого Сергея Ломанова? Да, великого Сергея Ивановича Ломанова. А на каком основании? Что такого Сергея Иванова сказал? Что он такого сказал? Да, чтобы вы могли отлучить от его любимого дела. Он выступил с критикой судей. И за это поплатился? Да, на два с половиной года. Странная история. Странная история, очень странная. У нас единственная в мире федерация, где не может человек дисквалифицированный выступать. Ну как людей можно дисквалифицировать за то, что они что-то сказали критическое? Я думаю, Сергей Ломанов имеет право говорить все, что он считает нужным. Так, нет? В принципе, да. Как и ты, Сергей. Как и Иван, нет? Ну, я думаю, что да. Они знают все это, что их дисквалифицируют, скорее всего, уберут. И они здесь сидят и говорят, для меня это просто потрясающе. Просто в настоящее время. Дисквалифицируют еще и всех дисквалифицировать. Я уверен в этом, что людей просто там... И мы даже об этом не узнаем. Но вот они сидят, это потрясающе просто. Нет, мы уже узнаем, будем следить за ситуацией. Будем следить. Нет, просто очень грустно, что мы забываем, что такое понятие спортивный принцип. Вот это вот грустно. Правильно, его нет вообще сегодня. Потому что его нет. Сейчас все покрасно. Это самое страшное. В данной ситуации такие стопы игры. Нет спортивного принципа, значит, его надо закрывать. Мы стараемся помочь этому замечательному виду спорта, но мы без того, чтобы мы не скрыли эти проблемы, которые сегодня назрели. И люди просто так вот не стали бы забивать по своим воротам и говорить о том, что у нас есть договорники в русском хоккее. Да вот если считаете, что в Архангельске был договорной матч, это не матч, это подготовленная, спланированная акция. Мне понятно их желание заострить внимание, но я еще раз подчеркиваю, я тоже долго в хоккее и кое-что знаю, и кое-что сделал. На мой взгляд, эти проблемы можно решать по-другому. Вообще спортивный принцип, да, здесь нарушен полностью. Я согласен с вами полностью, это 100%. Но для чего это было сделано? Здесь идея совсем в другом. Здесь Дмитрий Минин совершенно другие цели преследовал. Вот он достучался до того, что мы вот сейчас здесь сидим. Мы можем говорить все, что угодно. Но если воспринимать вот эти слова, которые люди говорят, что это было сделано правильно, то тогда, значит, что-то у меня с головой происходит. То есть я понимаю, что можно выйти на улицу, можно выйти на трибуну, как болельщики. Там, например, вышли в Иркутске и сказали, мы за честный хоккей. А кто против этого? Мы все за честный хоккей. Разговор не в этом. Но устраивать вот такое и говорить, что мы герои, а другая, две лучшие команды страны. Енисей-Красноярск и водник-Архангельск. Гордость всего нашего русского хоккея. Вы понимаете? И когда они такое заявляют, то я думаю, что у меня что-то случилось с головой. Я лучше помолчу, наверное. А вы не разобрались, на самом деле, с полковником, почему эти люди приняли те решения, которые повлекли за собой дисквалификацию не просто там на пару игр, а на два с половиной года, насколько я понимаю. Слав, ну тут же спровоцированная ситуация, ну это же очевидно. Сейчас спорить о другом бессмысленно. Явно спровоцированная ситуация, после которой продали люди. За то, чтобы хоккей с мячом был сильным во всех проявлениях, правильно? И вдруг мы через форму протеста, которая, может быть, у людей была последней, единственной надеждой, да, лишаем... Слав, вот Красная площадь, пожалуйста, выходи и протестуй. Для чего это нужно? Ну почему ты должен протестовать на стадионе? Для чего нам люди, которые уважаемые в виде спорта, для чего у нас сегодня телевидение есть на Красную площадь идти, может, еще голодовку объявить, ну глупость какая-то. Или мы не можем разобраться в самом хозяйстве, потому что кто-то кого-то боится, кому-то неудобно, кто-то не может ничего говорить. Мы уводились, мы уводились, мы уводились, мы уводились, мы уводились, мы уводились. Тогда получается, что это правильно, то, что произошло. Я еще раз говорю, мы стараемся разобраться, почему люди пришли к такому, в общем, решению. Дмитрий, да. Да, вы знаете, ситуация... Почему не увел команду, а вот придел такое решить? Почему не увел? Да потому что в хоккее с мячом все боятся скрынника. Все. Игроки, тренеры, руководители. Кто такой скрынник? Это президент Федерации хоккея с мячом России. Его все боятся, когда приезжают на матчи и президенты, и главные тренеры, и игроки. Я знаю всех и со всеми общаюсь. И они все открыто говорят, надоел произвол, надоел произвол и беспредел, который творится в хоккее. Владимир, ты тоже боишься скрынника? Скрынника. Ну все боятся у меня. Но они вместе. Почему Владимир должен бояться скрынника, если он член сполкома? Мы с полкома. Маша не боится, она с ним работала 15 лет назад. Маш, не боишься скрынника? Говорю, до сих пор боюсь. А, боишься до сих пор? Я его не знаю, поэтому не боюсь. А Мишаков не боится никого. Мы приглашали скрынника сюда на программу, он не пришел по каким-то причинам. Единственное, кому можно задать вопросы, это Сергей. Пожалуйста, я отвечаю на любые вопросы, не путаясь. Не на все можешь ответить, понятное дело. Конечно. Но и угрозы также были прямые. Проблемы, которые озвучили люди в федерации, существуют или нет? Вы в мире послушаете о прямых угрозах, которые ему были? А, еще и угрозы были прямые? Ну конечно, был приглашен в кабинет к скрыннику. Ты не боишься за себя и за свою семью? Да ладно. Я ведь это так просто не оставлю. Ты знаешь мои корни в Архангельске. Все, что дальше делать? Ты стоишь на грани, либо туда, либо отсюда, потому что к тебе, к самому дорогому, есть угроза. Угроза жизни это серьезная вообще тема. Ну конечно серьезная. И дальше тебе смотреть в глаза болельщикам. Просто уже на самом деле настолько это накипело, либо это нужно прекращать, либо идти дальше. И если кто-то говорит, что я вру, ну пусть они мне скажут. Пусть он придет, скажет, что этого не было. Но это было. Я пришел, и я команде это сказал. Ребят, я говорю, если мы идем дальше, то мы идем. Я назад не отступлю, чтобы не было. Я увезу семью куда-то к друзьям. Но я доделаю это дело до конца, потому что беспредел нужно прекращать. Андрей, вот ты верновался с ситуацией вообще? Я хочу сказать, что я давно видел таких людей, которые вот так вот отстаивали. Но в сегодняшнее время это правильно это или неправильно, это уже другой вопрос. Но у меня вопрос один. Для меня, ну я тоже спортом занимался. И у меня даже вопрос к вам. Вот неужели, я просто даже не представляю такую ситуацию, что вот я как игрок еще в детстве, вот мне бы тренер сказал, иди забивай свои ворота. Ну я бы никак, ну как это возможно? Если бы такая ситуация была, я бы здесь не сидел с вами. Понимаешь, да? Понимаешь, вот Андрей. Спортивный принцип. Мне даже стыдно вообще рассуждать, что в спорте есть договорняки какие-то. Есть какие-то моменты, которые связаны там с купленным судейством. Вот поверьте, я 23 сезона отыграл профессиональный хоккей. 1800 с лишним игр. Даже мне представить это сложно, как это вообще может быть в моей жизни. Возможно, в твоих видах спорта, где ты вот уже имеешь авторитет колоссальный, вот такие истории. Бывают такие конфликты, разборки? Вы знаете, в любом виде спорта бывают варианты, когда сдается поединок, проигрывается по ряду причин. Я наблюдал, например, когда идет очень серьезный матч по боксу. Человек вроде бы и не получает удара, а почему-то, оказывается, он накалывается. Падает. А показали, может, цифру какую-то? Да, видимо, вот, думал, что сейчас донесут немножко. Но не донесли удар, а он в ауте. А если бы тебе сказал, тренер, слышишь, Саш, давай, давай, ложись сегодня. Нет, ни в коем случае. Нет? Ну, когда это становится... Нет, одно дело, понимаешь, когда тренер тебе говорит, а ты не знаешь, зачем это делать, а когда я знаю, что происходит произвол, и когда я знаю, что все неправильно, и когда мне тренер говорит, я буду это делать. Нет, нет, нет. Спасибо. Александр Иванович, Александр Иванович, вы пытались бы договорить свои ворота или... ну, вот только что вам задали вопрос. Да нет, это... Вы бы легли в любых обстоятельствах, вы бы сказали, нет, я не лягу. Нет, но в данном случае это не договорная игра. Нет, я же про другое говорю. В данном случае это протест. Ну да, протест. Протест. Уйди с поля, скажи, я не буду выходить. Нет, подождите, подождите, есть разные формы протеста, да? Можно было обойтись меньше кровью, да? Павел, вот как тебе вся эта история? Ну, я поддержу в данном случае Александра, в том, что протест, в данном случае, не так важна его форма. Хоккей с мячом, мы говорим про хоккей с мячом один раз в году, когда сборная России играет со сборной Швеции на чемпионате мира. Вот сейчас мы говорим о хоккей с мячом еще раз. Благодаря действиям, может быть, немного странным. Я думаю, что многим, кому показались странными этот матч и форма этого протеста, возможно, что сделал Дмитрий неправильно, на мой взгляд. Нужно было объяснить эту ситуацию сразу. После игры, на пресс-конференции, должен был ли тренер об этом сказать, или он выйти и рассказать, что произошло. Ну, на самом деле, на следующий день я дал объяснение, только единственное, что надо было делать с утра. Я не хотел об этом говорить, но у меня просто был у мамы старковой день, и я уехал на кладбище. Сразу же с кладбища я приехал. Ну, там можно было старшим тренеру объяснить, чтобы он шел и объяснял то, что происходит, да. Но Дмитрий... Они боятся скрынника, вы поймите. Вопрос один. Я просто скажу, Дмитрий, он человек, понимаете, настолько порядочный и скромный, он не хотел подставлять ни одного, ни тренера своего, ни игрока. Он сам хотел сказать, что это я взял на себя ответственность, и я буду делать заявление. Ну, вот... Но протест именно той формы, которую выбрали вы, вы, во-первых, похоронили репутацию российского хоккей с мячом. Не понимаю, Маша, почему похоронили? Почему похоронили? А почему нет? Я не понимаю, а в чем похоронили? Что надо было идти говорить к скрынику? Больше не делаем, это нехорошо. А я просто не понимаю, в чем похоронили, что люди не будут смотреть хоккей с мячом, или они еще больше его не будут смотреть, если честно говорить, да? Я просто не понимаю, в чем похоронили? Я в следующий раз приду, буду знать, что игра будет уже честная, а не буду болеть, они ни в чем не похоронили, это 100%. Подождите, подождите, хорошо, хорошо, вы похоронили карьеры тренеров? Нет. Нет? Нет, конечно, ничего не похоронили. А вот эта вот дисквалификация на два с половиной года, чем люди должны заниматься? В детских хоккей с мячом идти? Они останутся в клубе, они будут работать тренерами, никто никого не бросит, мы своих не бросаем. Я хочу задать вопрос, а почему игроки, вводники, сборники не играли? Савельев, Бефус, кандидат Дергаев. Почему они не играли? Я скажу. Почему? Потому что я им сказал, что вы играть не будете, чтобы их не подставлять, потому что их не возьмут в сборную после этого. Они бы тебя никогда не побудут представлять сборную России на следующем чемпионате, вы понимаете? Мы останемся без ведущих игроков сборной. Такой глупый вопрос задает тренер сборной России. Да их не возьмут просто ни Дергаева, ни Савельева, ни Бефуса, как вы понять не можете? Вы сбавьте обороты, Дмитрий. Потому что главный тренер сборной Рысьева сказал, что я вратаря сборной Рысьева подумаю, брать ли его на чемпионате. Потому что он участвовал в этом матче. Да, он съехал с ворот. Так же ему забивали. О чем Дмитрий говорит, что если бы участвовали Дергаев, Савельев и Бефус, то главный тренер тоже бы подумал, брать ли он в сборную или нет. Они сказали, они жалеют, что не участвуют в этом матче, потому что они герои были бы. Они просто личности и ваши приказы они не выполнили. Мое мнение. Вы спросите у них сейчас. Я не собираюсь спрашивать. Позвоните, они вам единогласное мнение дадут. Давайте я вам расскажу историю. Сейчас происходило заседание исполкома Иркутской федерации хоккея с мячом России. Недавно, да? Да, недавно. Вот после этого инцидента. Куда зашел президент Иркутской Байкан-энергии Виктор Захаров и четко сказал, я дал указание Ярахтину забивать свои ворот. Вот Ирактин главный тренер энергии, Байкан-энергии, которого дисквалифицировали. Я дал указание Ирактину забивать мячи в свои ворота, потому что мы таким образом выходили бы в финале на Хабаровск. И Захаров говорит, и нам будет легко играть в Ульяновске с Хабаровском. Правильно. Понимаете? Правильно что? Вот. Расклад весь. Расклад и вся схема, понимаете? Вся схема очень проста. Что мы говорим, протестуем против скрынинг, которого все боятся. Или мы хотим расставиться в плей-офф, чтобы получить хороший результат. Нет, это не так. С вашими рассуждениями. Я не согласен с этим. Потому что то, что вы говорите, это не для здравомыслящих людей. Это ваше право. Нет спортивной составляющей, она честной, понимаете, борьбы. Потому что фаворит чемпионата известен заранее, результат матча известен заранее. Понимаете? И болельщик, он зачем придет, он сидит и думает, все равно вот эта команда выиграет, эти проиграют, зачем я пойду. Мы знали, что мы займем шестое место еще в мае до тренировок, понимаете? Не надо тренироваться? Нет, мы знали, кто займет первое место, кто второе, кто третье. Это Хабаровск, Байкал, Енисей. Первое трое, там мы шестые. И каждый год, когда я пришел, четыре года, я знал, какое место займем. А в финал кто будет играть? В Байкал-Хабаровск, конечно. В Ульяновске. В Ульяновске. Либо в Хабаровске. Вот и все. Давайте подождем немножко, и мы поймем. Когда финал? Ну вот сейчас немножко осталось. Вы спросите, когда у него финал? 25-26 марта. Проверим прогноз. Проверьте просто, и все. Хабаровск, Байкал, финал. Этот случай дает возможность разобраться со мной в федерации. Они мне все ночью... Миллион звонков. Дима, иди до конца. До конца. Только до конца. Асмс, ребят, я говорю, так вы можете сами выступить. Этот случай? Нет. А куда? Пока нет. Куда, Дмитрий? До конца это куда? Я не знаю. До конца? Надо у них всех спросить, ребят. Что значит до конца? А до конца-то, получается, нужно поменять просто эту всю систему. Вот я говорю, что до конца это отставка руководства. Ребята, будут играть. Вот это до конца. И долго будут играть. Будут проигрывать, но будут стремиться стать лучше. Конечно. Только при одном условии, когда равная игра. Правильно. Равная игра. Правильно. И я как тренер сейчас понимаю, почему сейчас игроки не прогрессируют, как прогрессировали раньше. Потому что одной команде помогают, а вторая теряет уверенность. Несколько раз говорили о том, что это были самоубийства русского хоккея, что его похоронили. Но я бы хотел обратить внимание на то, что он уже был убит задолго до этого. То есть 10 лет назад в российской суперлигии было в два раза больше команд. Посещаемость была в три раза выше. Мы вспомнили об этом только сейчас. Ну, благодаря... Динамо-чемпионам был. Благодаря действиям Дмитрия. Нужен был скандал. Скандал, да? Можно я скажу вот это предложение, что должны были люди сделать, которые считают себя героями. Они свою конечную цель озвучили. Поменять состав федерации. Озвучили. Если ты хочешь это сделать, то сядь спокойно за столом, верь несколько вечеров, напиши программу развития и на отчет на перевыборной конференции выставляй себе кандидатуру. Вот это будет правильно и честно. Ты думаешь, что если что-то сделать по-другому, что пойдут реки финансовые в наш вид спорта? А вы пробовали? Что пробовали? Чтобы реки финансовые пошли в наш вид спорта. Ты знаешь, что мы не встречаемся ни с губернаторами. У меня вчера был разговор с Кемеровской областью, с Новосибирской. После такой бузыгой, мне даже не хочется финансировать команду. А вдруг они откажутся? Тогда мы на кого будем смотреть? На героев? Хорошо. Или на антигероев? А я вам отвечу так. А если вы не умеете договариваться с губернаторами, понимаете? Тогда пусть люди другие, кто умеет договариваться с ними. А у вас есть кандидатуры? Есть. Ну и хорошо, вы их выдвигаете. Будет конференция. Или она должна когда быть. Вы двигаете, приходите, я кандидат. Какие проблемы? А вы хотите Майдан устроить или что? Вы уже устраиваете? Это же не легитимно. Это вы говорите, что это Майдан. Это ваши слова. Это мои слова. Я спрашиваю вас. До Майдана докатились, Андрей. Но все-таки же надо президента звать, я так понимаю. Мы перед началом программы посмотрели видеосюжет, где идут прямые обращения к президенту нашей страны, чтобы он разобрался в исконно русском виде спорта. Ты можешь так шире отвечать? Мы все время говорим про то, что вот у нас проблемы нужно подключить, сейчас вот президенты и так далее. Так, а современное общество, все люди голосуют, я даже про театр могу сказать сейчас, изменилось время. В советском театре люди сидели, любая постановка, хорошая или плохая, они все равно сидели до конца. Ну, потому что было, ну, другое воспитание, может быть, так далее. Сейчас люди другие, люди голосуют рублем, люди голосуют нравится, не нравится. И сейчас о том говорят, что вот, и что, ну, президент, он сделает, он вы там что-то предпримет. А совсем другое, тут люди же голосуют. Ну, люди хотят, допустим, я сейчас, ну, больше смотреть хоккей с шайбой сейчас или там футбол. И когда вы мне говорите, что хоккей вот этим поступком умрет, то мне немножко это, просто человек со стороны смешно, потому что в том состоянии, в котором он сейчас находится, то, ну, что нужно сделать, чтобы люди пришли и смотрели везде. Честно, я просто задаю вопросы, просто задаю вот такие вопросы. Смотри, у нас куча вопросов, Иван, возникло. Если результат заранее известен, пойдут люди? В мороз на стадион? С каждым годом. Да, никто не пойдет и никто не напишет, самое главное. Спросите там, кто чемпион России по футболу, кто там, победитель КХЛ, там, все знают. Кто чемпион России по хоккей с мячом, я думаю, никто не ответит, кроме тех людей, которым в этом виде спорта варится. Ну, это самый главный показатель, что никто о хоккей с мячом сейчас не знает. Только наш вид спорта, который называется русский хоккей. Самое ужасное, что это, ну, единственный такой действительно национальный вид спорта. А какая реальная картина, Иван, скажи? Реальная картина? Городе, где, по сути дела, любовь к Енисею вообще безграничная. Что происходит вообще с посещением? 15 лет назад, когда мы играли в финалы с Водником, где Владимир Владимирович был главный тренер, и это были вот действительно такие зарубы, непонятно там, кто выиграет. Стадион был просто полный. За сутки люди приходили. Полный, а где сколько? Полный, ну, у нас там 15 тысяч мячает. 15 тысяч, еще больше там. Люди не попадали с билетами, не могли попасть на стадион, потому что там каким-то образом проходили без билетов, и вот уже все, с двери закрывали. Люди говорят, у нас билеты. Говорят, извините. Сейчас? Ну, две тысячи, три тысячи. Сколько, Владимир Владимирович, у вас ходит? Вот сейчас в Иркутске? Да. Ну, тысяч пять, наверное, ходит. Но, когда мы играли с Иркутском, опять же, лет 10-15 назад, там приходило 27. Да, да. То есть тоже где-то получается 20 процентов, да, примерно. Дмитрий, скажи, вот это же ваша площадка, да? Совершенно верно, да. А сколько там мест, Дмитрий, сколько там все мест? Где? 10 тысяч. 10 тысяч, а ходит? Ну, полторы-две. Полторы-две, да. Ну, это в том году было, сначала, когда пришел... А почему не идут, объясните мне. Да куда идти-то, если ты знаешь, какой матч будет, какая... Дим, ну ты вот был молодым человеком. Они мне подходят и говорят, Дим, ну ты сам-то сколько там можешь там еще работать? Ты знаешь, как закончится результат, и все. Хочу продолжить тему посещаемости в Швеции. Никаких скандалов, ритмичный календарь, никаких проблем. Ну, на чемпионате мира в Сан-Двикини даже полный стадион не набирался на финал. Я уже не говорю на другие матчи. Почему там не ходят, понимаете? Видимо, в этом... Но в Швеции на матче внутреннего чемпионата ходят полный стадион. Я хочу досказать, я же вас не перебиваю, поэтому я понимаю, что у вас амбиции простираются далеко. Я хочу сказать, что проблемы в хоккее с мячом не только, вот как ребята говорят, какие-то договорные матчи и прочее. Это отсутствие инфраструктуры, это отсутствие финансирования, это отсутствие спортивных школ, это одно, второе и третье. И если говорить серьезно, ну вот этот Димарш, да, он вскрыл какие-то недостатки. Не, ну если говорить более глобальный вопрос, заключается в том, что Россия, ну сейчас, наверное, сейчас со мной многие не соглашают, но не спортивная мы страна, но не любят спорт в России так, как в Америке в той же любят. И это действительно так, понимаете? Если уж там люди не ходят на футбол, да, который, наверное, вид спорта номер один, то что говорить о хоккее с мячом? Но народ у нас, мы можем накормить, грубо говоря, мы можем объяснить народу, что спорт это здорово, что хоккей с мячом это круто, это русский... То есть федерация сама должна пиариться. У нас с шайбой полные стадионы во всех городах, во всех. Саша, это спортивная мы страна, или... Я тоже очень удивлен, когда Маша сказал, что у нас не спортивная страна. Я с малых лет поклонялся всем видам спорта, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, бокс, борьба, знал всех чемпионов Советского Союза, не только что мира там или Европы. Вы знаете, мы часто делаем такие сюжеты, когда выходим перед какими-то соревнованиями. И у зрителей спрашиваем, показываем фамилию, извините, да, и спрашиваем, вы знаете, кто это? Мы олимпийских чемпионов, никто не знает. Не смотрят люди. Лучше невозможно конкурировать, понятно, но я говорю про другое, про то, что... Ну вот мы с Александром Ивановичем ездим несколько лет уже там на фестиваль начальной хоккейной лиги. Любительский хоккей, где съезжается столько народу, ее просто из каждого города России, они там у них свой чемпионат, в любительском хоккей, свой чемпионат, выбирают там по две-три, иногда одна команда приезжает, и это огромное, заселяется в огромное, в Сочи проходит. Ну сколько, 20 тысяч людей сколько в России живет? Ну давайте мерить уж, понимаете. Конечно, спортивная страна. Одно дело заниматься видом спорта, а другое дело им интересоваться. То есть, возможно, что много людей в регионах, например, сами играют в хоккей с мячом, но он как вид спорта, который там надо смотреть, ходить на стадион, им стал неинтересен. Я думаю, что те бренды там конца 90-х, начала нулевых, там как Енисей, Водник, там тот же Зоркий, которого уже сейчас нет в Суперлиге, тогда это было на уровне там Авангарда, Акбарса или близко к тому. Сейчас о этих командах никто не вспоминает. Если мы говорим, будем так... Куда делись, Сергей? Зоркий, Ащебран, тоже российского хоккей с мячом. Буквально вчера мы встречались с руководителями, и, в общем-то, общий язык находим. Похоже, они могут появиться в Суперлиге. Но еще же существуют не только ошибки Федерации, да? Существуют ошибки и клубного менеджмента. Ну вот Дмитрий сидит и улыбается скептически. Да, ему все не нравится. Вот он презирает слова, которые я говорю. Ну, наверное, когда он придет и станет президентом, он решит все вопросы менеджмента. Но пока я вижу, что оставил Янко со скринником Водники, это развал и разруха. Это тоже менеджмент клубный. И когда в клубе занимаются игроки национальной... Янко оставил разруху. Нет, Янко оставил то, что сейчас они пользуются. Работаны еще и разруху. Я как раз Диме хотел задать вопрос. Дима. Поэтому улыбочки ваши, тут не улыбаться надо. Ты же был еще молодым человеком совсем, да, когда Водник был хорошей командой, по-настоящему хорошей. Они все друзья там играют, которые у вас были в команде. Я был рядом с командой, вы с прекрасностью все знаете. Если сейчас это начну говорить, вы уйдете отсюда со студии. Я вам просто говорю, я что, заставлял людей идти в мороз на стадион? Я их не заставлял. Они шли? А почему они шли? Вот вопрос. Потому что игроки классно играли. Красиво играли. Понимаете? Я присоединяюсь к словам Владимира Владимировича, что команда была классная. Стадионы были полные, когда Водник играл. Но что произошло потом? Вдруг появились деньги в московском «Динамо». И весь состав наглым образом вместе с Владимиром Владимировичем, с Борисом Ивановичем, ушел в «Динамо-Москву». И потом «Динамо-Москва» стала выигрывать все подряд, как Водник. А Водник где оказался? А Водник оказался, извините меня. Я виноват, что это не говорят, понимаете? А знаете, как в хоккее с мячом говорят? Где был скрынник с хинко, там трава не растет. И пройдите по всем клубам, где они куда приходили. Вот и все. Это честная позиция. Вы уже перешли на личности, молодой человек. Извините, пожалуйста, Владимир Владимирович. Вы договоритесь до того, может быть, я вообще случайный человек в этом виде спорта. А-а-а, вот так даже уже? Да. Очень сильно. Я знаю. Вот так, Вячеслав Александрович. Если мы будем дальше продолжать в таком духе, а не садиться за стол переговоров, мы ничего не достигнем. Проблем гораздо больше, нежели договорные матчи, как вы говорите. Ну, еще раз, я понимаю, что проблем в русском хоккее ни на одну программу. Это сто процентов, я уже это точно понял. Гораздо больше, глубже. И мы даже не могли себе представить, увидим матч вот этот странный для меня. В итоге, к чему это все приведет. И я думаю, что все-таки же на этом тоже не закончится. Будем внимательно следить за тем, что будет происходить в этом виде спорта. Вот 26 числа будет финал, определится какой город. И давайте поедем вместе, посмотрим хоккей с мячом, как это делают в Швеции. То есть все вместе покажем, что нам спорт этот нужен. Приглашайте. Спасибо. Я хоккей люблю, играл в него в свое время. Да. Тяжелая игра. Меня всегда учили бить по воротам соперника, а не по своим. Это единственный способ доказать свою правоту и в спорте, и в жизни. И никто не сможет меня убедить в обратном. Это Фетисов. До встречи через неделю.